Всем доброе утро, мои хорошие! Наступил новый день. И что я сегодня собираюсь сделать? Вообще я хочу сделать окрошку сегодня и хочу сделать запеканку. Но так как для окрошки у меня уже все готово, сейчас я начну ее резать, сидя у телевизора. А запеканка у меня уже будет попозже. Я ее планирую на ужин есть, а окрошку на обед. Ну а завтрак у меня, как обычно, овсянка. Девочки, никак не могу овсянку ничем другим заменить. Потому что еще овсяночку я привыкла есть, во-первых, утром. Она не жирная, такая вот легкая. Ну правда я ем быстро растворимую такую. Я уже привыкла, моли есть или быстров. Вот моли купила, сейчас есть моли. А еще я в кашку добавляю аквадетрим. Девочки, аквадетрим всегда пью уже больше года. Витамин D он необходим всем. Это вообще фундамент нашего здоровья. Ну, если кто не употребляет витамин D3, то посмотрите в интернете вообще о пользе этого витамина. Я не буду рассказывать. Это уже отдельная тема. Но мне как-то одна врач посоветовала. Она сказала, уже несколько лет пьет. И в общем, прекрасное здоровье. Ну вот и я тоже пью. А погода у нас сегодня испортилась. Я сижу вот у окошка, смотрю, а там дождик идет. Ветер, в общем, прохладненько. Вот у нас там 17 градусов сегодня. Видите, да, на стеклах у нас капельки. Ну, дождик слабенький, там еще луж нету. Но все равно как-то вот некомфортно на улице. Поэтому сегодня дома буду, никуда не пойду, наверное. Я уже заранее сварила яички, картошечку в мундире. Замочила редисочку с огурчиками, чтобы она немножко набралась. Но в холодильнике, когда полежит, она немножечко так может подвязать. Вот. Вот так на полчасика. Лучок зеленый. Колбаску туда еще обезжиренную добавлю. И зелень. Кстати, сейчас покажу вам, как я зелень храню. Лайфхак. Девочки, зелень хранится у меня уже две недели. Смотрите, вот так кулечком прикрываю. Я ее купила. Я ее, когда купила, просто помыла и поставила в стакан с водой. Вот там водички, вот буквально там, не знаю, чайная ложечка на дне. Ну, это она стекла с зеленью. И все. Вот так ставите потом в стакан ее и накрываете вот так вот кулечком сверху. И вот смотрите, какая зелень хорошая. Уже две недели у меня хранится свеженькая. Самое лучшее хранение. Вот я отложила зелень, которая у меня будет на окрошку. А здесь я водичку немножко заменила. Совсем чуть-чуть налила, чтобы она вот так немножечко стояла воды. Воды немного нужно, чтобы она там попивала водичку. Но и не гнили, чтобы корни. И все. Так прикрыли, чтобы она дышала. И обратно в холодильник поставлю. Ну и вот обезжиренная колбаска. У меня вот такая. Любую, какая нравится, берите. Все, сейчас надо все почистить и порезать кубиками мелкими. Сяду у телевизора и буду все резать. Девочки, ну вот так вот села возле телевизора. Включаю дом 2. Сейчас мне нужно все это почистить, порезать. И буду потихонечку кромсать. Мне торопиться некуда. Я никуда не спешу. Я смотрю дом 2 по утрам. Когда мне больше не на что смотреть, если нечего делать. Вы знаете, вот просто, честно говоря, подсела на этот дурдом. Я не знаю. Я его смотрю уже, не знаю, с 2008 года. Да, 2008 года. Уже представляете, как долго я его смотрю. Вот. Ну, дочка смотрела, увлекалась и подсадила меня. Мы с ней жили тогда на квартире в Москве. И мне ничего не оставалось другого, как смотреть этот дом 2. Ну, а потом я как-то увлеклась вообще вот этими персонажами. Стала переживать за них там как-то. Хотя вот мне кажется, что раньше дом 2 был интереснее, чем сейчас. Кстати, кто из вас тоже смотрит дом 2? Напишите мне. Нравится, не нравится, что там. Кто из персонажей нравится, кто не нравится. Девочки, смотрите, какие краски, да? Зелененький, красненький, розовенький. И желтенький сейчас будет. Вообще класс. Вот это вот блюдо, оно все-таки поднимает настроение, напоминает лето, да? Вы согласны со мной? Если на улице такая вот холодная, ненастная погода, то мне кажется, что приготовить окрошку, это вообще поднять себе настроение, напомнить о лете. Ну, при том, это полезное, легкое такое вот в виде салатика, легкое блюдо. Ну, вот, все я нарезала, сейчас перемешаем. Смотрите, какие краски, как это все чудесно-прелестно. Солить я пока не буду, я вообще в кастрюле солить не буду, только в тарелке, чтобы вот этот сок не пустило. И вот эта смесь, она может, в принципе, постоять в холодильнике там 3 дня спокойно, может и больше даже. Вот, ну, все, и осталось сюда зелень засыпать. Лук, петрушка и укроп. Все, и перемешаем все это с зеленью. Ой, какая красота! А пахнет, девочки, передать невозможно. Невозможно передать. Вкуснятина, необыкновенная. Прям, вот, честно, напоминает лето. Если у вас есть возможность окрошку сделать, порадуйте себя. Все же какое-то разнообразие. После зимы поесть летний вот такой вот, легкий такой супчик. Заливать я буду таном и сметанкой. Можно кефиром, можно, чем нравится, кому чем нравится. Но мне больше всего нравится сочетание тан и сметана. Можно кефир, газированную воду там со сметаной. В общем, разные заливки делают люди. Все, смотрите, как красиво. Ой, не могу, пахнет вкусно. Все, сейчас надо поесть. Ой, девчули, как прям хочется уже поесть. Окрошки вкуснячие, пахучие. Просто не могу. Просто уже хочется. Ой. Так. Вот такой тан. Можно айран. Но мне как-то тан больше нравится. Я заливаю так, чтобы оно прикрылось чуть-чуть. Но кому нравится больше, кто-то хочет пожиже. Мне вот так вот нормально. Присолим чуть-чуть. И ложечку сметаны тоже, кто сколько любит. И вот такое вот вкуснячье блюдо получается. Ну-ка, посмотрите. Сейчас все это размешаю. Буду есть. Девочке, пахнет нереально. А вообще, летом, конечно, это вообще незаменимое блюдо. И, кстати, кто на диете, на раздельном питании, я не знаю. Мне кажется, это можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. Здесь все только полезное и вредного ничего нет. Но кто-то скажет, колбаса вредная, но ее здесь небольшое количество. Можно просто в вареное мясо положить. Ничего страшного. Вообще. Все, буду есть. Все, не могу. Вкусно. Девочки, ну, я решила не откладывать в долгий ящик и сделать сразу запеканку. При том, что нужно будет еще и время, чтобы остыть до того, как кушать. Я уже показывала, как я делаю запеканку, поэтому я так сильно подробности не буду показывать. Но если кто не видел, я давно ее уже не делала. Значит, просто говорю. Килограмм творога, ну, процент творога, чем жирнее, тем он будет вкуснее, эта вот запеканка. Но многие на диете, поэтому вот я взяла на данный момент 5-процентный творог. Ну, вот, чтобы он такой вот был рассыпчатый. Хорошо. Дальше нам нужно будет 2 яйца. Если маленькие яйца, тогда 3 штуки возьмите. Нужно будет еще сахар. Ну, 0,7, написано в рецепте, но слишком сладкий тоже, как на диете. Ну, полстакана, может, чуть-чуть выше половины стакана. Возьмите жменьку и изюма, это кому сколько уже нравится. Изюм нужно будет предварительно залить водичкой, тепленькой, чтобы оно постояло, и чтобы изюм набух. Еще полстакана манки мы заливаем молоком. Тоже оно должно постоять и набухнуть. Молоко комнатной температуры. Все. Минут 10 оно набухает. Долго, сильно, не обязательно. 10-15 минут. Ну, еще нужно будет ванилинчик, соль немножечко. Вот. Сейчас постоит, я вернусь к вам. И еще, девочки, нужна туда столовая ложка сметаны. Ну, можно где-то вообще полстакана сметаны положить. Если нет сметаны, можно добавить кефир. Так. Ну, теперь мы начинаем все это дело собирать в кучу. Молочко уже постояло, с манкой набухло. Все это сюда отправляем. Добавляем яйца. Сахар. Немножечко соли, ну, где-то пол чайной ложечки. И ванилин по вкусу. Ванильный у меня кристаллический ванилин. Если сахарный ванилин, пол чайной ложечки. Изюм оставим напоследок. Вот все, что кроме изюма, все мы сразу сейчас перемешаем. Девочки, чтобы не было комочков, я беру вот такую топталку, которая для пюре. И просто вот так вот раздавливаю эти комочки. Вот именно поэтому изюм будем ложить в конце, в самую последнюю очередь. Еще хочу сказать, не берите творог обезжиренный, потому что получается запеканка суховатая, невкусная. Поэтому, конечно, чем жирнее творог, тем вкуснее запеканка. Ну, слишком жирная тоже не всем полезна, да, потому что у нас многие люди просто страдают ожирением. Поэтому лучше взять средний процент жирности, 5-9%. Вот так вот я разминаю. Запеканка должна быть не слишком сухая. Вот она должна быть такая, знаете, как густая каша, такой консистенции, чтобы она прям лилась. Если у вас сухой творог, то тогда лучше, может быть, добавить немножечко молочка или кефирчика чуть побольше, чтобы вот такая была консистенция, не густая, иначе он будет опять-таки сухой. Вот, ну вот я уже комочки все растолкла. И теперь уже можно сюда выкладывать изюм и все это перемешать уже с изюмом. Ну вот, у нас все готово. Теперь подготовим формочку. Формочку нужно застелить бумагой пергаментной. Духовку я поставила на разогрев. И вот сейчас я буду уже выкладывать вот эту свою кашеобразную такую заготовку. Вот, видите, она должна не высыпаться, а как бы выливаться. И разравниваем ее здесь равномерно, чтобы уголки были заполнены. Ну все, теперь отправляем все это в духовочку. Выпекать будем 50-60 минут при температуре 180 градусов. Ох, какая румяненькая запеканочка. Ну все, она у меня готовилась 50 минут. Вот я посмотрела, как она подрумянилась и достала. Но теперь нужно подождать, пока она остынет, прежде чем резать, чтобы она не рассыпалась. А я пока сварю компотик. Ну вот, компотик из сухофруктов у меня тоже уже готов. Пускай он остынет, настоится. И как раз к тому времени остынет запеканка. Будем пробовать. Ну вот, запеканочка остыла. Она, кстати, хорошо отделяется от бумаги. Вот она у меня какая. И все. Компотик остыл сейчас со сметаночкой. Ну что, девочки, давайте попробуем запеканочку со сметанкой. Можно и без сметанки, она и так вкусная будет. Девочки, очень вкусная запеканка. Это она мне напоминает вообще мое детство. В детском садике у нас давали такой хороший очень рецепт. Попробуйте, кто еще не пробовал. Я, кстати, ее раньше делала, когда на работу ходила. Я брала вот такой кусочек. Ну, без сметаны, правда. И вот на перекусе прямо съедала, прям брала в кулечку, жила и прям съедала ее. И все. И она такая сытная, вкусная, просто обалденная, девочки. Нежная, вкусная. Прям не могу. Я ее обожаю. Тает во рту. Рекомендую, сделайте, девочки. Не, я сейчас ей-богу ее прям съем. Все съем. Опять скажете, что я вас соблазняю, да? Она раз и проглатывается прям. Очень-очень вкусно. В общем, это невозможно оторваться, понимаете, да? А компотик попробовать надо же, да? Компотик очень вкусный. То, что нужно. Кстати, давно хотела из сухофруктов. Компот вообще люблю с детства. Больше всего прямо из сухофруктов. Вот. И это такой вкусненький. Я сахара немного положила, такой слабосладенький. Прям кайф. В общем, девочки, полдник у меня просто вот такой. Ну, а на этом я хочу свое коротенькое видео закончить, чтобы у нас готовка вот сегодня была отдельно. А сегодня я больше ничего делать не хочу. А погода плохая, на улицу не пойду. Ну, кому мое видео было интересным, полезным, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Жду ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok